приехали в поселок шубар тубек там где мы отдыхаем сейчас заехали в первый магазин роза там еще ходит выбирает овощи и фрукты всякие по ларькам затарились холодильник забили полностью и этих и квас набрали и пиво набрали и молоко взяли сейчас еще еще пиво возьмем роза говорит все купили уже все что надо все купили да все основное набрали едем у всех они выехали с поселка едем по такой дороге там у нас пляс машины стоят пока я там загораю роза втихаря залезла в машину на холодильнике жарит блинчики здесь ветер не задувает а нормально горит кинотеатр свой спасибо уже сока на пекла на природе уже нету вот так ты тут пиво пьешь да пиво бухает пиво с холодильника достала такое говорить вырежешь быстро нет и быстро не выражу а ты чё без масла печешь бумажным полотенцем так макай минимум сам и сделал но не тушит газ здесь не конец я там окно открыл там воняет в машине твоей блинчик натянули сетку уже без пятнадцати десять мы варим суп делаем там поджарку суп какой суп костяшка свиная картошка и поджарка поджарка салом и мясом косточку я ободрал ну и скоро будем кушать ну давай показывать чем этом сварили суп я сегодня кушать хочет да какая вкуснотища будет ну все садимся кушать а ну-ка сашка пробуй суп только долго горячий горячий ну как а как на вкус будет кашка еще и майонеза добавил он и так вкусный полетаем за обе щеки на природе все вкусно то что скажу что-нибудь вкусно или нет вкусный очень мы с тобой варили его до всем приятного аппетита прямо не могу понять куда идут облака ветер туда дует облака вроде идут на нас если эти облака движутся на нас то это будет хорошее испытание нашей палатки там целый ураган надвигается на нас ну да нижние потоки ветра идут в сторону дождя а верхние наверное потоки гонят дождь к нам так оно получается потому что я надеялся что дождь обошел нас он оттуда шел а так прошел вроде как ушел нифига возвращается обратно нам и молнии там шарашит ну будем сидеть в палатке пережидать дождь испытывать палатку нас машину надо не забыть закрыть багажник пока будем ждать все-таки пошел дождик но небольшой но потихоньку идет этот так остатки тучи ушли минуя нас ну мы зашли в палатку даже палатки не закрываем там хлопочет что-то дождь позаносили все чтоб не могло и взяли пиво с холодильника рыбку и сидим встречаем дождь рассматриваем свой новый маршрут в нем очень мягкая будто мыльная вода роза выбирают куда еще поехать в город какие-то пока у нас дождя нету дождь прошел опять ясная погода идет сетку открыли здесь сетку оставили а этот дверь открыли свежо нормально идет радио не выключили опять будет youtube банит нас единственное место обитания розового фламинго в казахстане это огромная водная гладь с тростниковыми зарослями протоками и озерцами вокруг ни одного деревца зато большое количество кустарников самые знаменитые обитатели розовые фламинго уже вечер дождь так и не пришел к нам доедаем вчерашний суп что-то мало будет дочь но мы ждем дочь в 12 00 до в 11 наконец-то дождик до нас дошел вот у нас программа программа называется винти хорошая программа по ней вообще можно там на неделю до смотреть прогноз ветер дождь температуру тысяч сейчас же покажу до 19 у нас тот ветер вот мы здесь находимся шубарту бэк здесь синие-синие где-то от 0 до 5 внутри а если здесь переключиться на дождь дождь вот нас дождь вот здесь мы находимся на берегу нас дождь обходит ветром чуть-чуть сюда заносит здесь можно выбирать и этот ветер радар и спутник дождь температура если посмотреть температуру то у нас сейчас вот мы здесь вот он мы вот здесь находимся у нас сейчас температура зеленая зеленая это у нас от 10 до 20 градусов нормально температура нормально ниже это калматы там еще теплее ну поедем туда где тепло мы туда едем да да а потом как раз сентябрю приедем у нас уже будет снег но дождик идет палатка держит пока не течет натянули и укрепили мешками укрепили все как положено по кругу думаю выдержит если только сама палатка не лопнет но это испытание палатки я розе говорю роза речо будем делать если да нахрен выкинем ее купим новый если порвется полезет пасполь полезет пошла мы выкинем ее на хотя и отдали за не 26 тысяч до ну да жалко жалко но она что-то не не вдохновляет нас нет она продумала и так-то хорошая она держит и ветер все ну вот эти швы что все разводите что не потянет все лопнула роза такой бегает с этим с иголкой бегает видимо от ветра или чё ну было со спад мастера палатка вообще ее проблем не знали пока я по дурной голове не порвал ее это чуть-чуть не потянешь там низ потянул отвалилась оторвалась или гнилые нитки или не на роза опять нитками подсылается подсылают и сейчас уже прошла по кругу все эти натяжитель все прошила сегодня 5 августа погода идеальная солнышко не сильно печет вода отличная теплая погода вообще идеально ветер поменялся сейчас уже дует северо-восточный вообще отличная погода 23 сколько мама градусов 25 градусов на солнце ли в тени на солнце а мы сашку учим работать с ножом он с утра уже себе точит пики всякие мышей горит буду ловить убивать на шашлык тут у нас поселилась одна мышка вчера ее заметили кормили хлебчиком тут я смотрели на нее фонариком вечером ночью фонариком на нее светили она хлебчик кушала а сегодня встали чай пить вафли достали агала половину пачки вафлей сожрала вместе с бумагой прикормили теперь сашка делает пики будет их ловить мышей до собираемся опять поселок съездить его закончилась вода закончилась да все закончилось пустой холодильник почти сейчас заведем машину палатку закроем сашка тоже с вами поедет закроем все сложим по заносим по закрываем палатку с обеих сторон тут вообще у нас никто не ходит даже переживать мне не надо ты еще не одета давай одеяло прячешь от кресла за нашу унитаз занесем а мусор да надо поставить уже все я пятишки положила сумку положила съездили мой магазин поселок набрали пиво набрали бутылку водки казахской взяли попробовать он все весь холодильник забит пивом еще тут сумки в термосумки нет это бери пиво ну по две банки сейчас будем раки кушать а вот мы раков набрали целый килограмм весь вечер будем кушать вареные пацан малой там ловил мама сварила и продает нам тут мы такой дело о том что мы поехали в отпуск и не взяли с собой наш второй маленький столик балбесы и теперь вот мучаемся такие импровизированные столики делаем чтобы попить пиво на берегу моря или надо заходить палатку на большом столе мама сказала пока не ешьте идет фотосессия у нас раков в instagram дома в instagram там она что-то фоткает сашка уже одного рака съел сказал гадость какая-то нет не гадость но вкусные ну очень тяжело кушать тяжело добираться до мяса до нафиг надо лучше с них съел еще сашки короче раки понравились добыча мясо не понравилось вы там фоткает но чего получается солнце держите в руках а я вот съел все раки и вы чё там делаете инстаграм и чё вот это лотоса а сашка сердечко тут роза приготовила хорошую закуску я подумал я под эту закуску тоже могу мы купили водку казахстанскую надо ее попробовать говорят очень вкусные посмотрим сюда градусов холодильнике есть такая программа для холодильника вот она 1 градус вот текущая температура в холодильнике 1 градус часа холодную водочку как возьму как мажем да все-таки отпуск а то все пиво раки креветки это вообще ни к чему надо водки попробовать пошел и в холодильник а наш холодильнике лежит водка тачка идем кушать уже мама уже приготовила все на счеток у нас холодильник а вот она вот тут яйца аккуратно с яйцами сырые яйца вот она ряд казахстанская когда называется синяя гора роза уже открыла бутылку пахнет водкой не знаю чем не разница что я сашку зау и машину глушу да ну не так воняет как маша даже него нет ну водка есть запах водки ну как машина лишь так аж в мозг бьет или может я не понимаю может из-за этого вкусно все пробуем вкусно и даже заедать не надо представь мама надо обязательно ящика 2 взять смотри даже розы не заедает можем эту водку можно пить без закуски до надо закусить все равно шучу чесночок кушай а то я сейчас съем всю картошку твою чесно сказать я конечно не эксперт водки я в них вообще не понимаю для меня водка и водка на горько и вонючая ее всегда закусывать или запивать лучше но это нормально конечно все вкусные потому что все с грядки прям отсюда там роза нашла в этой деревне у поселке или деревне бабушка продает у нее прям грядка там огурцы помидоры растут и она и ларек такой возле за забором стоит и она прям с грядки рвет сколько вам килограмм она нарвала помидор с грядки прям наложила здесь вот вам килограмм натя забирайте поэтому это все и вкусные огурцы также и помидоры чеснок картошка сегодня 8 августа уже собираемся с этого места мы быстренько все собираем и поедем куда-нибудь потому что сейчас обещают дождь вроде после обеда нам надо это все сложить в машину разобрать 10 дней мы здесь были сложить все в багажник сюда по порядку и будем ехать бардак конечно но потом мусор после себя пособираем весь вон мусор там пособирали в мешок да выкинем наконец-то сложились мы все сейчас собрали вот пустое место осталось после нас но бутылки с песком оставили кому-то пригодятся это укреплять палатку и палки здесь умывальник сделать там такое оставили ну все все остальное чисто как и было машина собрана будем уже выезжать а а нет еще сейчас едем к воде помоемся с мылом и куда-нибудь поедем дальше на поиски нового места на поиски нового места мы не знаем куда ехать ехали по трассе доехали до приозерска по трассе на заправках дистоплива нету вообще лимит дают дистоплива 3 тонны на сутки их забирают дальнобойщики и все заехали в сам этот приозерск город ну конечно город ужасный роза пошла узнавать где можно покушать такая страшная заправка было нашли у меня-то 30 литров есть еще соляры на всякий случай еще канистру соляры 30 литров заправили посмотрим проедем будет вода там чтобы не попасть на воду если вода будет она в канистре осядет тогда фонариком посветим чего насосом откачаю а воду вылью чтобы не попала в топливную систему мне вода потому что мне уже здесь рассказывали местные что попадешь на такую заправку что форсунки полетят сразу поэтому заправляю сначала в канистру отстоится потом с канистры уже заправляю в бак да конечно здесь город такой полуразваленный но это курортный город курортный город половина на половину разваленный не тротуары но в некоторых местах есть некоторых разбито все ошибки наверно это да пошли горячие давайте горячим у нас есть подсорпа сурпа пельмени есть окрошка есть котлет с пюре каулдак без шпирма а с баранины что есть первые с бараниной каулдак есть только остальные все давайте вот не каулдак с баранины каулдак принесли нам покушать что мы заказывали они заказали пельмени домашнего сметана перец я заказал это майонез это мое блюдо баранина с картошкой ну и чай классный чай ну как саш вот мы их нашли в инстаграм вот они в инстаграме даже есть вот их блюда которые они готовы блин хоть не выезжай от них ну ладно будем кушать баранина очень вкусная она без косточек разу мясо прям 160 рублей тает смотри какая косточки все перебрали здесь просто мясо первый раз я ем такую баранину прикинь мягкая дай попробовать маленький да щас маленький не но если мне понравится я буду тоже думать тебе уже понравилось ты все равно не готовила вот это не елись за весь день наелись я еще три чашки чая выпил горячего ужас мокрый раздушно еще перца сколько съел все что мы наелись еще и взяли пиццу порезанная она разная здесь да такие 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 да все закрывай пицца стоит на наши деньги 230 рублей до открыли бургеры бургеры такие этапа есть что-то первое такое есть не знаю бургеры бургеры там малой да но тебе как понравилось все вкусно все понравилось все пельмени бургер все мне тоже понравилось баранину я еще такой не ел без косточек вообще ни одной косточки зубы не сломал обычно когда кушаешь баранину то эти мелкие прирубки косточки их надо аккуратно здесь вообще мясо тает отлично 8900 тенге моё блюдо вообще классная она самое дорогое 330 рублей 330 рублей моё одно блюдо с бараниной картошка не дождяя 100 километров улан-удэ ехали по трассе и увидели кукурузное поле съехали с трассы заехали в такую лесополосу сходили нарвали молодых качанов и поставили варить сейчас будем кушать качанчики но сашка уже сырой съел ты ел сырой сырой нет он сладкий молодой как от солнуха достаешь такие семечки только только такие молочные вот у нас уже варятся качаны одну порцию сварили уже очень вкусно только с поля к нам на стол вторая порция варится как ножка это сюда кидайте там коровы вот мы сварили уже по одной съели а тут еще закипает роза тебя как вкусно очень похоже на вот эту консервированную такой же делу да да